Субтитры создавал DimaTorzok И всем тем, кто последовали за ним до Судного дня. Сегодня, иншаллах, мы продолжим чтение Тафсира, размышления о том, что Всевышний Аллах предписал, о том, что Он запретил. И как мы неоднократно упоминали, в чтении Тафсира это познание глубины смысла Слов Всевышнего Аллаха. Сегодня, иншаллах, мы разберем очень интересный аят, а именно очень интересную тему, которая станет ответом для самих многих мусульман и многим, которые считают о том, что ислам является некой какой-то жесткой либо жестокой религией. Почему люди считают, что ислам является жесткой, либо же закон является жестоким? Только потому, что возмездие за преступление человека Всевышним Аллахом предписано так, что отвечает на два главных требования. Правосудие, правосудие отвечает, шариатское правосудие отвечает на два главных требования. Первое, это безопасность в обществе, то есть данное законодательство и правосудие ислама, оно контролирует безопасность. Второе, оно, законы, они успокаивают, либо же удовлетворяют пострадавшего. В отличие от законов, которые часто люди во всех странах, то есть прописаны людьми, они законы, которые, да, они в основном направлены на восстановление, либо же соблюдение безопасности в обществе. То есть, предписаны законы для того, чтобы люди не воровали, не убивали, не совершали преступления. Да, то есть написание законов, либо же существование законов, он собой преследует этот смысл для того, чтобы было безопасно в обществе. Но он не всегда отвечает, не удовлетворяет пострадавшего. Например, у человека украли много имущества, либо же убили близкого пострадавшего, убийцу что сделали? Посадили. Он сидит себе там 10, 15, пусть 20 лет. Как он сидит? Да, его лишили свободы, лишили некоторого комфорта. И при этом человек может себя чувствовать лучше даже, чем на свободе. И мы знаем сегодня, в местах лишения свободы есть определенная своя жизнь, свои правила, свои законы. И более того, человек чувствует себя даже очень-очень комфортно. И более того, даже порой некоторые преступники хвастаются, насколько, то есть, у них от этого поднимается некий авторитет, что вот он убил такого-то, либо же так-то и так-то. И таким образом мы видим, что закон, который предписан, то есть, составлен людьми, он защищает всего лишь один интерес. То есть, одно требование, либо же одну составляющую. Это удержать преступность, чтобы она не была, и безопасность была. Но не направлено, как мы сказали уже, на интерес человека, то есть, пострадавшим. В отличие от закона Всевышнего Аллаха, который преследует в себе две главные вещи. И они, почему главные? Потому что зло порождает зло. То есть, несправедливость порождает другую несправедливость. Если, допустим, человека убили близкого, и его, и это преступление рассудили несправедливо, оно повлечет в сторону, к которой поступили несправедливо, поступить преступно дальше. Оно подтолкнет его? Вы специалист. Подтолкнет, правильно? То есть, это говорит о чем? О том, что закон, он должен два интереса всегда, то есть, учитываться в законе. Первое – это безопасность, порядок в обществе. Второе – это удовлетворение, душевное даже удовлетворение пострадавшей стороны. А оно будет только согласно справедливому закону. Как вы поняли, уже наша тема сегодня относительно возмездия, относительно Кисаса. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Всевышний Аллах говорит о тех, которые вербали. «Предписано вам возмездие за убийство, за свободного убийства свободного, то есть, свободный за свободного, то есть, вольный за вольного, раб за раба, женщину за женщину. А тот, кому было прощено его братом, то он должен поступить к нему, он должен отдать ему полагающее и поступить к нему хорошо. Это облегчение от вашего Господа и милость. А тот, кто приступит после этого, то для него мучительное наказание. И для вас в возмездии, в сохранении жизни, о обладателе разума, возможно, вы будете богобоязненны». В этом аяте, обратите, Всевышний Аллах упоминает два вот этих требования, о которых мы говорим. Это удовлетворение стороны, потерпевшую сторону. И второе – это сохранение жизни, то есть, безопасности, порядка в обществе. Обратите внимание, для чего Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, предписал эти законы. И многие эти законы называют жестокими. Говорят, можно было человека посадить, это негуманно, можно было человека посадить в тюрьму, и на этом достаточно. Зачем его убивать, если он убил намеренно? Зачем ему отрубать руку, если он украл? И часто люди этим вопросом задаются, почему в исламе так жестоко возмездие? Или почему законы такие жестокие? Ответ прост. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, предписал законы, эти законы, для безопасности общества. Аллах говорит, и в этих, Аллах говорит, и вам в возмездии есть сохранение жизни, то есть, безопасность. То есть, если есть такие законы, то каждый, прежде чем совершит преступление, он сто раз подумает, а делать ли мне это или нет. Если все будут бояться этого закона, то и преступление уменьшится. Тогда жизнь окажется безопасной. Но если человек уже совершил преступление, то здесь, имеется в виду преднамеренное преступление, то здесь у него есть шанс, что сторона потерпевшего, то есть, убитого, либо же сторона, которую украли, она простит. То есть, если ему прощено, то есть, если его простили, человек выплачивает дию. Почему Аллах именно упоминает простить? Потому что есть душевная сторона, есть душевная сторона потерпевшего, ее нужно удовлетворить. Потому что, если она будет неудовлетворена, если, например, человеку скажут, все, иди, садись на 5-10 лет, посиди. А вот, как известно, в постсоветском пространстве все решается финансами, человек может сесть, выйти через какой-то срок. Потерпевшего сторона, она неудовлетворена. И ее вот это неудовлетворение, это ощущение несправедливости. И это состояние, оно опасно. Потому что человек может пойти и совершить самосуд. А самосуд, он также порицается. То есть, он может быть больше того. Например, человека украли, а он пошел, убил. Это самосуд. И поэтому, для того, чтобы была безопасность, то есть, одна из составляющих безопасности общества, это удовлетворение потерпевшей стороны. Эти два важных аспекта преследует Ислам в предписании законов. И поэтому, смотрите, Аллах, этот аят и этот закон был нисползан непопросту. Все мы знаем, что было два племени, Бану-Надыр и Бану-Курейла. Они воевали между собой. И Бану-Надыр, она держала вверх над Бану-Курейла. И что происходило? И они предписали между собой закон, что если человек убьет кого-либо, например, человек убьет из Бану-Надыр, убьет человека из Бану-Курейла, то что он должен сделать? То есть, сильная сторона ее не убивает в ответ. То есть, нет жизни за жизнью. А она выплачивается всего лишь 100 мерами, 100 аусух, это мера, финиками. И всего лишь убил, 100 мер, определенное количество фиников отдал и расплатился. А если наоборот, если наоборот, если человек из Бану-Курейла убивает кого-либо из Бану-Надыр, то происходит следующим образом. Они убивают его. То есть, и еще плюс, выплачивают диню, это 100 верблюдов. И еще плюс 100 мер фиников, несправедливости. А вопрос всего лишь потому, что одно племя сильнее другого. И как сегодня принято говорить, нагнули или же там прессанули и тому подобное. Была некая эта несправедливость. Когда пришел ислам, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, и спослал закон. Аллах говорит, свободный за свободного. Раб за раба, женщина за женщину. То есть, у каждого пола и у каждого вида свободного и раба есть права. Если свободно убивает свободного, то он заслуживает такой же участи смерти. То есть, если он убивает намеренно. Здесь имеется в виду, он намеренно преступлений. Если он намеренно убил, то полагается такое же убийство. То есть, того, кто убил, его казнят. Также, если раб убил раба, то же самое. Если убили женщину, то же самое. И далее, Аллах, Субханаху ва Тааля, показал равенство. В этом аяте Аллах показал равенство. Справедливость закона. Что нет понятия такого, то есть, за свободного убийства, за раба неубийства. То есть, у всех, неважно от пола и от статуса, он свободный или раб, у него его жизнь, она ценна. Теперь, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, переходит к стороне какой? К стороне та, которая пострадала. Аллах говорит, то есть, смотрите, автоматически в шариате, если человек убивает намеренно, доказано, что его намерение было преднамеренно убийство, то Аллах говорит, возмездие такое же убийство. За исключением, А тому, кому простят, то есть, его брат, то есть, имеется в виду, пострадавшая сторона, она прощает его. То Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, тогда следует выплатить дию. То есть, человека простили, но он должен выплатить дии. Дии – это 100 верблюдов. То есть, финансовое возмещение. Аллах говорит, и поступать благородно, то есть, он выплачивает дию и больше не посягает. Поступает хорошо. Обычно убийство бывает когда? Когда есть спор, вражда. Человека простили, значит, он должен забыть эту вражду. Он должен, его простили, он должен выплатить дию и относиться после этого хорошо. Больше не совершать преступление. Далее Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, Это есть облегчение от вашего Господа и милость. Почему? Потому что возможность простить убийцу не было в предыдущих народах. Этого закона не было. Была жизнь за жизнь. Но не было права прощать убийцу. А в исламе, в шариате пророка Мухаммада, Аллах, Субханаху ва Тааля, смилостился и облегчил. И дал шанс, либо же возможность убийце, если его простит пострадавшая сторона, быть прощенным. В хадисе, который передает Саид Ибн Мансур от Ибн Аббаса, Давуде Давлилим Аллах, он сказал, Предписано было Бану Исраиль возмездие за убийство убийством. И не было им предписано прощения. Но Аллах предписал для этой уммы и прочитал этот аят. То есть о прощении. То есть в этой умме посланник Аллаха, Саллаху ва Салям, говорит, Абдулла Аббас говорит, Аллах, Субханаху ва Тааля, Аллах облегчил и дал возможность прощать. Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, А тот, кто приступит после этого, то для него мучительно наказали. Это говорит о том, что если убийца, его простили, он выплатил Дию, и после Дии опять убил, то нет ему прощения уже. То есть здесь его прощать уже нельзя. Почему? Принцип, наверное, горбатого могила исправит. То есть если человек, у него есть это, то есть он близкого убил, его простили, он выплатил Дию, и тут же опять пришел, убил кого-то из близкого, то уже нет ему прощения. И на это указывает хадис посланника Аллаха, посланник Аллаха, в хадисе, который говорит Самура, передает Самура, посланник Аллаха сказал, Я не прощаю человека, который убил после того, как выплатил Дию. После того, как человек выплатил искупление в размере ста верблюдов, после этого совершил преступление, то я его не прощаю. Также в хадисе, который передает Ахмад от Абу Шурейха, посланник Аллаха, сказал, тот, кого постигло убийство близкого, то у него есть выбор. Теперь три пункта. Первое – это либо же он имеет право требовать возмездия и убийства, казнь, либо же он прощает убийцу, либо же он берет дию. Но здесь, если он прощает, то он также все равно берет дию. Но может не брать дию. Также посланник Аллаха говорит, а если он пожелает что-то другое, третье на свое усмотрение, то есть либо же прощает идею, либо же он просто прощает без дии, то удовлетворите его желание. То есть самая главная цель – это чтобы человек удовлетворился, то есть успокоить его, то есть потерпевшей стороны. Далее посланник Аллаха говорит, а если он приступит вновь, то для него мучительное, вечное наказание в огне. Данный хадис указывает на то, что тот, который после прощения, после того, как его простили, он вновь совершил преступление, ему нет прощения и для него наказание. Потому что преднамеренное убийство в исламе является одной из величайших грехов. Теперь данные, человек может сказать, негуманные законы, либо же суровые законы, они гарантируют больше безопасности в обществе, нежели то, что сегодня существуют законы. Почему? Потому что каждый желающий совершить преступление, он сто раз, а то и тысячу раз подумает, стоит ли ему это или нет, потому что он может лишиться сам жизни. Когда он ворует, например, сегодня даже модно воровать банки, даже об этом снимает много фильмов, о группах, которые как четко воруют, и даже в этом есть некое побуждение к этому. Смотрите. Фильмы даже снимают, показывают, украл, сел, и это жизнь, это вот, это вот счастье. А потом вышел, и до конца жизни живешь себе с этими миллионами. Оно как-то удовлетворило пострадавшую сторону? Никак. А наличие его без кисти, оно успокоит, что он больше не будет этого делать. Либо же, как же мы сказали, за убийство. То есть, если он убил намеренно, и он будет за это казнен, то пострадавшую сторону это удовлетворит. И в обществе каждый подумает сто раз, то и более, стоит ли ему это делать или нет. И поэтому законы, которые Всевышний Аллах предписал, в этом есть справедливость. Он преследует определенную цель. Ислам не преследует цель жесткости, какой-то жестокости. Нет, абсолютно. Даже если мы посмотрим на посланника Аллаха, когда приходила прелюбодейка к нему, и прелюбодей, чтобы он их наказал, он, наоборот, отворачивался от них, не желая их наказывать. Желая, чтобы они отказались от того, что они признались. Потому что ислам не преследует цель кого-то наказать. Наоборот, преследует цель к тому, что люди на индивидуальном уровне были порядочными. Не просто общество. Мы видим Запад. Отсутствует закон, отсутствуют силы полиции. Все. Ничто не удерживает. От воровства, от мародерства, от убийства. До этого их сдерживала что? Сила. Силы нет, все потеряно. Помимо даже этого, Всевышний Аллах, в Коране, помимо сохранения этих двух принципов, Всевышний Аллах воспитывает мораль в верующих. О запрете убийств, о ценности его жизни, о порядочности, о справедливости. И поэтому, то есть, наверное, показателем общества, насколько оно правильно воспитано, насколько правильные законы или правильный вектор, который берет то или иное общество для себя, это, наверное, они должны смотреть на себя, когда им плохо. Вот когда хаос, наводнение, когда огромные бунты, как народ себя ведет? Позволяет ли себе приступать закон или нет? К сожалению, зачастую человек без веры, без морали, он себе это позволяет. Всевышний Аллах, Субхану А.Т., далее говорит, Вам в возмездии заложена жизнь. То есть, если эти законы будут существовать, законы возмездия, то вы будете жить спокойно. То есть, это некий регулятор спокойной жизни. Это хочет до нас донести Всевышний Аллах, Субхану А.Т. Аллах говорит, о обладателе разума, возможно, вы будете богобоязненны. Только разумный человек сможет понять пользу в этих законах. Неразумный человек, он увидит в нем изъян. Аллах говорит, возможно, вы будете богобоязненны. Это означает, даже если вы, не понимая или не принимая, не осознавая строгость этих законов, то если вы будете поступать все равно таким образом, то вы достигнете богобоязненности. И поэтому мы видим, что во времена посланника Аллаха, Субхану А.С, это было лучшее поколение. Как он об этом хадисе сказал, лучшее поколение, мое поколение. Затем те, которые придут после них, а затем, которые придут после них. Будучи правителем, он говорил, я боюсь спроса перед Аллахом, если какая-то овца поломает свою ногу где-то на территории, на границе, которая принадлежит нам. Они боялись ответственности перед Аллахом, Субхану А.С, они, то есть у них была вера и была мораль. И человек этого достигает только посредством, и отсутствие беззакония, отсутствие преступления в обществе достигается только путем воспитания веры и морали. И удерживающий фактор – это закон. То есть закон, мы видим, он должен быть или же он действует только тогда, когда уже не работает вера и мораль. И поэтому нельзя как бы воспитать общество только посредством кнута, то есть законов, которые просто пугают их. И Коран, если мы обратим на него внимание, сколько аятов, в которых Аллах, Субхану А.С, призывает к нравственности, к морали, к ценностям. И сколько аятов закона о наказании? Их меньше. Почему? Потому что самый главный смысл – это, то есть человек достигнет безопасности в обществе только когда будет завышаться. И будет большой акцент на воспитании морали в обществе и веры. Когда совершение преступления будет сдерживающий фактор не то, что он сядет, или в данном случае он будет казнен, а когда он боится Всевышнего Аллаха, боится его наказания. Хорошо, он боится быть опозоренным. То есть, если это его сдерживает, это лучше. А именно фактор наказания сдерживает для тех, которые не боятся ни Аллаха, ни позора, ничего не боятся, а вот их здесь уже сдерживает фактор именно устрашения. Это само возмездие и наказание. И поэтому Аллах, субханаха тааля, справедлив в своих законах. И самое главное, как никто, как никто, кроме Аллаха, знает, какие мы есть на самом деле люди. Ведь Он наш Создатель, и мы знаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. Теперь очень важный аспект, важный вопрос. И даже которым задаются неверующие люди и говорят, хорошо, у вас есть закон, Коран и тому подобное. Вы говорите, что нужно жить по Корану. Или даже мусульмане задаются вопросом, говорят, мы должны жить по Корану, по шариату, а почему мы тогда не казним? Почему мы не применяем эти законы и тому подобное? Всевышний Аллах, субханаха тааля, предписал эти законы не просто так. Или, то есть, и посланник Аллаха, субханаха тааля, в своей сунне, и Аллах, субханаха тааля, показал, что это способен сделать, должен сделать тот, у кого есть над этим власть. К примеру, человек, на него, например, убили его близкого родственника. Он в ответ убил того, кто убил. Родственники, близкие этой стороны опять убивают. То есть, начинается что? Не решение проблемы, а возгорание новой проблемы. Почему? Потому что нет главной силы, руководящей, влияющей на ту и другую сторону, которая может просто применить закон Аллаха без распространения дальнейшего возгорания и дальнейшего зла. И поэтому, для того, чтобы применялся закон Аллаха данной шариата, мусульман, должна быть сила, то есть, имеется в виду, возможность применять. Имеется в виду, должна быть сутра, должна быть власть. То есть, если у них этого нет, они не имеют права применять эти законы. Потому что они за собой повлекут, не то, что не имеют права, а они за собой повлекут зла больше. То есть, это несдерживающий факт. И тем более, когда они живут меньшинством в каких-то странах, от которых они пострадают еще от законов этой страны. То есть, сядут, будут изыматься имущества и тому подобное, и тому подобное. И поэтому ответом в данной ситуации является, то есть, закон Аллаха применяется должным образом тогда, когда человек может их реализовать должным образом. У него есть государство, у него есть власть, у него есть либо территория, у него есть власть это реализовать. Власть признана не просто самозванная, где будут совершаться самосуды, а власть, которая может это реализовать. Сегодня существуют мусульманские и арабские страны, которые применяют законы. Возмездие и тому подобное. И, то есть, у них есть власть на это, у них есть возможность реализовать, и их общество к этому как бы подготовлено. И они знают, каждый, который приезжает в их страну, он знает, что за это он будет казнен. И вот он, прежде чем это сделает, он думает сто раз, делать ему это или нет. Когда мусульмане живут в меньшинстве, то они должны стараться, то есть, ими должна управлять, как я уже упоминал, вера, богобоязнь и мораль. И не прибегать к тому, чтобы, то есть, потому что самосуды, они за собой вызывают сцепную реакцию. На этом, иншаллах, мы сегодня закончим. И на следующей нашей встрече, иншаллах, разберем очень интересные вопросы, связанные с наследством, вопросы, связанные с завещанием. Кому делается завещание, кому оставляется наследство, кому не делается завещание. И на этом, иншаллах, мы закончим. Продолжение следует...